Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багеры. Сегодня мы поговорим о том, как выносить домашние растения, бонсай домашние, рассаду даже. В общем, любые растения, которые были у нас в доме по каким-то причинам. Неважно, как рассада росла или как домашние цветы были зимой дома, а летом мы их выносим или весной выносим их на улицу. Тема вроде бы как бы говорить не о чем, с одной стороны, но то, какое количество я получаю вопросов, что вот что стало с моим растением и на фото явно обгоревшие листья, вот хочется помочь этим людям, потому что все учатся и этому тоже надо научиться. Итак, ну как многие, кто видели мои видео, слышали, что у меня все, практически все мои растения летом находятся в саду или под навесом, или еще как-то, или прямо на солнце, но в саду на улице. Это касается бонсай комнатных и уличных, это касается комнатных растений просто любых, тот же спотифилум, все фикусы, все-все растения. Все знают, когда читают об уходе за растениями, их температуры, которые они выдерживают, то есть у всех растений разные температуры. На это почти всегда ориентируются, то есть если пишется, что растение не переносит ниже 12, зимой обычно пишется, что летом там 25, зимой 12, то соответственно люди понимают, что если на улице у нас по ночам 10, то лучше его не выносить или не оставлять на ночь на улице. Это часто понимают, а вот другие нюансы не отслеживают. Значит, первое, что мы отслеживаем, это вот эту вот температуру. Если у нас есть, ну, к примеру, у нас есть растения, которые спокойно выдерживают и выходят у меня даже на улицу, то когда у них, когда ночью бывает 2-3 градуса тепла, тепла, естественно. То есть днем у нас уже 18 может быть, а ночью снижается до 2-3. Такие растения есть, ну, там, я не знаю, к примеру, буки, еще что-то, если о бонсай говорить. Потом есть, к примеру, фикусы, которые, то есть они, в принципе, будут раньше выходить на улицу. Есть фикусы, которые выдерживают плюс 7. Поэтому если у вас ночью еще не плюс 7, а ниже бывает, то лучше их не выносить на ночь. То есть мы их приучаем только днем. Есть растения, те же фуксии, например, им бы еще повыше температуру. Поэтому тоже мы вот это отслеживаем. Ну и теперь вот к самому этому вопросу, который часто, очень часто я сталкиваюсь. Значит, любые растения, независимо, рассада из-под ламп у нас, рассада на южном окне стояла, фикусы стояли на южном окне в комнате, стояли на западном, восточном, стояли, соответственно, кто-то на северном окне. То есть мы, независимо, на каком ярком солнце они были в доме, они были все равно за окном, за стеклом. Стекло не пропускает некоторый вид лучей, и они там привычные, не обгорают, хорошо себя чувствуют. Но это совершенно не то солнце, которое на улице. К тому же на окнах часто бывают еще и сеточки, уже весной ставим от комаров. Это дополнительная преграда. Поэтому независимо, где стояли у нас наши растения, на каком ярком солнце, внутри дома, на улицу мы их начинаем выносить, постепенно приучая. То есть нельзя взять растение, вынести его туда, где оно любит, на солнышке, вынести его на солнышко поставить. Его можно вынести на улицу, в тенек, и то первые разы лучше не под открытое небо. То есть мы выбираем время, например, утром пару часов или вечером. То есть в зависимости от температуры воздуха еще, если мы только начинаем приучать, чаще можно во второй половине дня, если это весна, то есть где-то там часов в пять, у нас воздух уже прогрет хорошо, более так по сравнению с утром. Мы выносим на улицу, на какую-нибудь, или это северная сторона дома под открытым небом, или это любая почти сторона, если прямого солнца нет, под крышей. У многих есть веранды, террасы. То же самое касается балконов, если они закрыты, если они притяненные. То есть мы их выносим в тень куда-то на пару часов, на ночь забираем. Потом на следующий день мы выносим, опять же в это время, также на пару часов можем чуть-чуть, если пасмурный день, чуть-чуть увеличиваем. То есть сначала вот у меня стоят на примере, просто всегда понятнее. Вот у меня это северная сторона дома, это терраса, и вот маленькая такая крыша в данном месте. То есть у меня все растения, независимо, как они любят, солнце, красулы очень любящие, фикусы очень любящие, и все сначала выходят на эту полочку. Это такая вот первая полочка для всех. Они сюда выходят. Тут солнце приходит у нас где-то в 4 даже летом. Поэтому на это время я их убираю отсюда, если они еще не привыкли. Сначала они здесь проводят несколько часов, к примеру, фикус. Вот на нем как бы и расскажу. Вынесено несколько часов, когда начинается теплее, солнце сюда приходит, поворачивает западное солнышко. Оно тоже сильное, агрессивное для растения непривыкшего. Я его убираю, я его заношу на террасу, или я его спускаю вниз, внизу не так сильно солнышко. Он стоит на травке пару часов. На ночь, соответственно, если температуры еще ночью не такие, при которых можно это растение держать на улице, я заношу его или на террасу, или в дом. Это не важно. Утречком выносим потом. То есть таким образом он постепенно приучается сначала к солнцу под крышей. Потом можно его вынести, например, под дерево куда-то, если у нас большое дерево какое-то раскидистое. И вы знаете, в какое время под ним будет тень. Например, там стоит стол, или даже я ставлю часто на газон просто. Потому что это на время приучения. Любое приучение идет не меньше двух недель. Приучать растения к свету. Потом этот фикус выдерживает, оставляется чуть дольше, когда приходит западное солнце. Особенно хорошо, если первые дни, когда он получает это солнышко западное, они были более пасмурные, они яркие. И таким образом постепенно, постепенно он двигается. И постепенно, вот на его примере покажу, он двигается таким образом и ставится на полное солнце вот сюда. Тут солнце бывает утром, когда восточное попадает. Тут бывает вот сейчас середина дня, где-то час дня. Тут солнце южное, тут солнце западное тоже попадает. То есть тут очень солнечное место. И тут практически все лето они стоят. Сейчас как бы речь именно о том, сколько солнца сверху. Очень хорошо, если стоят таким образом на каких-то полочках, столах, как вот бонсаисты используют специальные лавочки, полочки. Может просто на столах, на пластиковом столе. В данном случае здесь бетонные формы, которые держат склон. Но так как места не хватает в саду, и полочек в том числе, у меня некоторые растения, вот в частности фикусы, часто тут и стоят. Потому что солнца им надо очень много, они любят это. И он хорошо стоит. Минус того, что он стоит на бетонной форме, это тоже надо учитывать. Они очень сильно нагреваются днем. Поэтому вот сейчас за фикусом стоит вот граб. Он пока что в таком черном горшке. Сейчас жаркие дни только-только начинаются. Такие растения будут убраны. Пока что была весна, они тут еще могли. А сейчас будут уже температуры к 30. Естественно, они будут нагреваться. Это будет нехорошо. Как минимум придется часто поливать. Пару раз в день даже, особенно если растение много листвы имеет. Во-вторых, могут просто перегреться корни. Фикус в плошке глиняной. Поэтому ему это не так страшно. С одной стороны. С другой стороны, плошка у него низкая. Она в принципе будет быстрее пересыхать. То есть перегрева корням, если у нас плюс 30, плюс 33, 34 не будет. Это я уже испытывала. Выше, конечно, лучше убрать. Но что я делаю? Я вот ставлю, если вы заметили, вот он за бересклетом стоит. То есть у него получается, что грунт сам прикрыт. Таким образом. То есть мы выбираем место, во-первых, по солнцу. Во-вторых, не забываем еще, на чем стоит растение. Таким тоже образом. Если нам надо там, чтобы больше света попадало снизу, к примеру, если это бонсай, то мы просто можем перенести на другое место. Так часто у меня стоит тот же спатифилум. Он в обычном глиняном горшке, но высокий или керамический горшок. Поэтому очень хорошо вот тут он стоит. Высота получается повыше от бетонной формы. Корни не перегреваются, а листья потом на солнце. Он тоже любит очень солнышко. Но это именно вот сначала постепенно, постепенно так приучаем. Это что касается солнечных лучей. Потом выбираем еще место, ну, естественно, кто может на солнце. Например, кто у меня тут? Клен, к примеру, да, вот клен. Он любит солнышко, но иногда, когда очень жарко, когда выше 30, то лучше ему солнце не оставлять. То есть он также приучается и живет на солнце. Но постепенно, если очень высокие температуры, мы его куда-то или, чтобы под деревом стоял, рассеянный был свет, потому что начинают подгорать листики. Таким образом иногда прячем еще. Есть растения, которые в принципе не любят яркое. Они остаются здесь на этой полочке всегда. Есть растения, которые любят яркое солнце. Вот, к примеру, просто это такой пример. Любое, любое, многие растения комнатные имеют такую структуру. То есть что-то такое мохнатое, вот такое во все стороны колышащиеся. Это в данном случае метасиквоя. Она легко выносит солнце. Ее можно было бы поставить вот на бетонную форму, на стол. Ну, сзади меня виден пластиковый, на полное солнце. Но она от всех ветров очень сильно вот так начинает колыхаться. Это как бы каждый раз переживать, будет ли сильный ветер, когда вы уехали в магазин или нет. Поэтому она стоит здесь, зная наши ветра, в какую сторону дуют. Если вдруг погода такая, что сильные ветра или сильно заливающие дожди, она буквально сдвигается вот сюда чуть-чуть, и все, ей ничего не грозит. То есть выбираем еще таким образом место. Поэтому вот все растения, их нельзя взять и вынести, раз и вынесли. Они обгорают. Это очень характерно, очень видно хорошо. Могут сгореть листья, сначала появляются белые пятна такие вот, истончаются, как папирусная бумага. Это может произойти за несколько, буквально за полчаса даже, если солнце, и оно у нас непривычное. Если нет, к примеру, или надо быстрее приручить, или нет таких вот возможностей, так вот постепенно-постепенно, как ту же рассаду приучают, в более короткие сроки надо приучить. Потому что лучше всего вот эти вот две недели. Если надо более короткие сроки, и надо уже на большее солнышко, или не хватает места, можно использовать этот нетканный материал. От солнца белый материал. Мы просто ставим, где нам надо, и прикрываем им. Или мы не успеваем унести там на время солнца, мы просто им прикрыли. Его можно прикрывать сначала, сложить его в два раза, это будет большая защита. На следующий день мы один раз откроем уже, ой, мошка, то есть делаем его тоньше. Потом со временем мы также убираем. Убираем, опять же, во время пасмурных каких-то более дней, приучаем к пасмурному солнцу свету, он все равно есть ультрафиолет. Потом уже чуть больше, больше, и постепенно таким образом. То есть так приручаются все и красулы, и кактусы. Кактусы тоже могут обгореть. Если мы их взяли с южного окна кухни, вынесли на балкон, на лоджию открытую, то они тоже могут обгореть. И если у фикуса этот лист опадет, а дальше мы увидели вовремя, растение спасли, оно пошло расти опять дальше новые, то у кактуса нового мы ничего не увидим. У нас так и останется этот ожог, это пятнышко навсегда. Из-за этого он может начать расти не так равномерно, еще каким-то образом. То есть вот тема многим известная, но в то же время вот такая вот часто очень, особенно новички, это могут не знать и таким образом или повредить растение, или потерять. А почему мы их, собственно, выносим, почему это важно, по возможности, если есть. И я всегда говорю, мне всегда спрашивают про те же фикусы, как спасти, если он там за зиму много листьев потерял, было тяжелое время зимовки, как его восстановить, то я всегда советую, что если есть возможности балконы, лоджии, сад, террасы, веранды или открытое солнце, потому что, во-первых, все те, тот же ультрафиолет и все, которые они получат, даже под крышей на улице, но у нас сбоку идет свет естественный, это все равно лучше, чем внутри дома за стеклом полностью. Это, во-первых, лучи. Во-вторых, очень важен ветер, потому что, когда ветер колышет нам растения, наши веточки, это укрепляет растения. То есть все деревья, они изначально, все наши комнатные, это откуда-то из тропиков, еще откуда-то. То есть им важен вот этот вот и ветер, и солнечные лучи. И в то же время, если они у нас стоят не под крышей на улице, а где-то на столах или полочках, где дождь их может полить, то тут только учитываем, что если они у нас без отверстий горшки, то учитываем, чтобы не залили. Но дождевая вода, это тоже лучше, это один из лучших вариантов полива растения. Поэтому улица, балконы, лоджии, все, где есть открытый воздух, это очень важно. Также очень важно, в доме у нас никогда не бывает таких перепадов температур день-ночь. А на улице даже летом у нас может быть плюс 30 ночью, плюс 15, плюс 18, даже плюс 20, наоборот, плюс 30 днем, 18-20 ночью. Вот этот перепад день-ночь очень важен и тоже укрепляет растения. И получается, чем лучше оно у нас провело время на улице весна-лето, в зависимости, когда мы кого вынесли, тем лучше оно будет себя чувствовать зимой, потому что более крепкое растение, оно будет лучше себя чувствовать. Что делать, если нет ничего такого перечисленного, вплоть до балконов, лоджий, то хотя бы какое-то время дня, в тот же выходной, в выходной день, раз в неделю, открывать окно, где они стоят, не просто наверх проветривание, проветривание это хорошо, но вот хотя бы сняли с подоконника, открыли, пусть на 2 часа, также постепенно приучив, на 2 часа хотя бы, чтобы он постоял у открытого окна, именно совсем открытого. Это тоже выход, чтобы укрепить наши растения, чтобы им легче было потом перенести зиму, и не такие благоприятные условия, как летом. Так что вот, может быть, многим покажется все, что я сказала, и так понятным, но я знаю, что есть люди, которым эта информация тоже будет нужна, хотелось помочь именно им. Так что те, кто знают, ну, не обессудьте, есть те, кто не знают этот ролик для них. Подписывайтесь на канал, узнаете много нового. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok